Жил-был в одной стране разбойник. Нажил он грабежами немалое богатство. Но вот настал его смертный час. Позвал разбойник жену и говорит ей, «Запомни, когда я помру, всё добро раздай беднякам. Себе же оставь только саблю, коня и собаку. А как вырастет наш сын, станет крепким да смелым, скажи ему, что отцовская сила была в сабле. Возьмёт он саблю булатную, то час станет таким же могучим, как я. «Исполни всё свято, жена! Ну, прощай, умираю!» Сказал так отважный разбойник и отдал богу душу. Скончался. Жена всё исполнила в точности. Как похоронила мужа, раздала беднякам напомин души всё его богатство. Оставила только саблю, коня и собаку для сына, когда тот вырастет. Рос-рос паренёк, да и вырос. Исполнилось ему восемнадцать. И стал он выспрашивать, в чём таилась отцовская сила. Мать не посмела открыть ему тайну. Боялась, что не сбережёт он в такие незрелые годы отцово наследство. Но сын всякий день приставал к ней с расспросами. Хочешь, не хочешь, а пришлось рассказать ему, что отцовская сила таилась в сабле, да ещё в коне и собаке. Как узнал про то разбойничий сын, взял отцовскую саблю, обуздал боевого коня, оседлал его, свистнул собаку и поехал на главную площадь. Людей поглядеть, да себя показать. Давно не бывал на воле могучий конь. Рвётся вперёд, так и взвился бы в небо, кабы не узда. Да и сам паренёк не глядит, куда мчится. И шип он нечаянно царского сына. Тут же на месте царевич и умер. Закричали царские слуги, всполошился народ, кутюрьма поднялась превеликая, бросились все ловить разбойничьего сына. Как учуял он беду, пришпорил коня. С серым соколом ринулся конь вдаль по улице. Слуги всё рассказали царю. Снарядил он погоню, да поздно. Разбойничий сын был уже далеко. Несколько дней мчался он без оглядки. А когда страх помаленьку утих, придержал коня. Стал раздумывать, как ему быть, что делать, вернуться домой или дальше скакать, куда глаза глядят. Не знал он ещё, что отцовскую саблею мог бы всё царское войско перебить, если бы вздумали с ним потягаться. Побоялся вернуться, решил ехать вперёд, поискать какой-нибудь город большой и там поселиться. Ехал он, ехал, дней это к пять или шесть, и увидал в чистом поле громадную башню, всю из хрусталя. Ох, и блестела та башня под солнцем! Подъявился разбойничий сын на чудесную башню и решил разузнать, что в ней скрыто. Подъехал к башне поближе, осмотрел её всю вокруг, где же двери. Искал, искал, как будто бы и нет ни выхода, ни входа. Так искусно они были спрятаны. Заглянул парень внутрь через стёкла, и что же он видит? Сидит в башне красавица, Дунья Гюзели. Знала девушка о своей красоте, потому-то и в башне затворилась. Всё ждала. Вот придёт к ней первейший храбрец и сокрушит все преграды великим геройством. Отвори, красавица! Попросил сын разбойника. Отвори, я войду! Но ответила девушка так. Только храброму витязю впору сбить замки, поломать все затворы. Робким нет в эту башню дороги. Если храбр, так войди без подмоги. Если б робкого я ожидала, я б сидеть в этой башне не стала. Услыхал эти речи сын разбойника, выхватил саблю из ножен, разогнал ретивого коня и ударил по башне с налёту. Зазвенели хрустальные стены, распахнулись ворота, и влетел удалец на коне прямо в терем к девице. Увидала Дунья Гюзели, какой храбрец да красавец предстал перед нею. Догадалась с первого взгляда, что он её суженый. Обняла его, поцеловала, взяла за руку, отвела в свою спальню, и стали они мужем и женою. Время шло. Как-то раз отправилась Дунья Гюзели в баню. Честь честью помылась, оделась, а как вышла на улицу, да перешагнула через канаву водосточную, сорвалась у неё с ноги узорчатая туфелька и упала в ручей. Слуги бросились вслед, да не поймали. Вода быстро текла. Уплыла туфелька далеко-далеко и выбросила её на зелёную лужайку. Проходили мимо царские слуги, увидали красивую туфельку, подивились чудесным узором. Вся-то она расшита жемчугом да самоцветами. Прочитали и имя хозяйки, шёлком да бисером вышитая. Ну и туфелька. Молвили царские слуги. Не иначе, как красавица её носила. Ведь недаром назвали её Дуни и Гюзели, что значит красавица мира. Отнесём-ка находку царю, пусть посмотрит. Может, и награду большую получим. Так и сделали. Посмотрел царь на туфельку, подивился чудной вышивке, а больше всего понравилось ему имя хозяйки. Наградил он своих слуг за находку. Обещал ещё больше. Если найдут Дуни и Гюзели, да во дворец её приведут. И отправились царские слуги разыскивать Дуни и Гюзели по всем сёлам и всем городам. Спрашивали встречных и поперечных, не знают ли, где живёт красавица. А ведь недаром говорится, язык до Стамбула доведёт. Попался им такой человек, что указал дорогу к хрустальной башне. Вот пошли туда слуги, сказали красавице. Хочет царь немедленно взять тебя в жёны. Польстили те речи Дуни и Гюзели, а всё же она отвечала. Вот, выпейте, слуги-почарки, да и ступайте с Богом обратно. И пуще всего старайтесь, чтобы муж мой не узнал, с чем вы ко мне приходили, ни то не сдобровать вам. Услыхали царевы-посланцы такие слова? Головы повесили, вернулись к царю и передали ответ. Рассердился царь и говорит, возьмите немедленно войско в пятьсот человек, добудьте красавицу силой. Отобрали пятьсот человек из царёвых полков и снова двинулись к башне. Увидела Дуни и Гюзели войско. Кликнула мужа и просит. Запри ворота покрепче. Не бойся, красавица-жёнушка, не пугайся, ответил ей муж. Покуда я жив, мне три таких войска не страшны. Сейчас ты увидишь, как я с ними расправлюсь. Лишь только солдаты приблизились к башне. Он выехал к ним на коне, саблея наголо. Эй, ты что ли муж красавицы Дуни и Гюзели? Я самый, ответил разбойничий сын. Что вам нужно? Жену твою нужно, сказали солдаты. К царю её повезём. Отдай, если хочешь остаться в живых. Напрямик говорим. И жены не отдам, и плохого вы мне ничего не сможете сделать. Убирайтесь немедленно, если вам жизнь дорога. Ну, конечно, солдаты взялись за оружие. Да только не знали они, что за сила таится в заветной сабле. Пришпорил парень коня, взмахнул отцовской саблей и единым ударом срубил врагам головы. Лишь кое-кого оставил в живых, чтобы было кому рассказать царю о сражении. Побежали солдаты к царю. Тот час нарядил он второе такое же войско. Но муж красавицы Дуньи и второе войско порубил. И несколько раз посылал ещё царь отборных солдат к хрустальной башне. Конец был всегда одинаков. Никак не удавалось царю захватить Дунью Гюзели. Но вот, наконец, отыскал он лиходейку старуху и приказал ей добыть красавицу хитростью. «Ну что ж, я добуду», ответила бабка. «Только велит ей сделать кибитку и шёлка на двух человек. Такую, чтоб по небу летала, свезла бы меня к Дуньи Гюзели, а потом к тебе нас доставила. Тогда и выйдет твоё дело». Уж очень хотелось царю добыть в себе жёны красавицу. Построили старухе кибитку, пустили её в Поднебесье. Добралась бабка до места, кибитку в кустарнике спрятала, сама пошла пешком к жилищу красавицы и попросилась переночевать. А то, мол, она из далёких краёв возвращается и на беду заблудилась. Услышала Дуньи Гюзели ту слёзную просьбу и жалкой стала старуху. Пустила её в свой дворец, напоила её, накормила. А тут как раз и муж возвратился. Взглянул на старуху и очень обрадовался. Пусть, мол, и вовсе останется, коли захочет. А то Дуньи Гюзели проводит весь день одна-одинёшенька. Сам Бог привёл тебя к нам, бабушка. Захочешь, так оставайся у нас вместо матери. Заботиться будем о тебе, как о родной. Ах, сыночек, неужто пригреешь старуху? Добрая ж у тебя душа. Останусь. От добра добра разве ищут? Ну, дай тебе Бог здоровья, бабушка. Чего захотела старуха, того и добилась. Стала вором домашним. Встанет с позаранку, день-деньской вынюхивает, высматривает, в чём таится великая сила хозяина. И жену подстрекала разузнать, расспросить мужа. Уж какая ты счастливая, дочка! Муж у тебя богатырь. Узнать бы, милая, в чём его удаль. Спросила бы ты, доченька, как-нибудь вечерком, в чём его молодецкая сила. А что же, бабуся? И правда спрошу, отвечает Дуни Гюзели. И верно, спросила его в тот же вечер. Да разве не знаешь, красавица-жёнушка, в чём моя сила? Не знаю, откуда же мне знать, если ты, господин мой, о том ни слова не говорил. Так знай, моя сила в той сабле, что досталась мне от отца. И в коне, и в собаке. Но в сабле больше всего. Как саблю сниму, я больным становлюсь. И тут же ребёнок меня одолеет. Вот видишь, жёнушка, в чём моя сила. Так и узнала Дуни Гюзели, в чём сила супруга. До хитрой старухи про то и рассказала. А мне только того и нужно было, красавица, подумала лиходейка. Теперь исполню своё обещание царю. И стала она сторожить, как бы выкрасть хозяйскую саблю, да спрятать. А ведь не зря говорят, и вода спит, один чёрт не дремлет. Улучила злодейка минуту, сняла ночной порою саблю с гвоздя, докинула в глубокий бассейн. Молодец, то час заболел. А ты не тревожься, тачурка, сказала старуха Дуни Гюзели. Уж если я здесь, значит горе избудим. Не горюй, не кручинься. Пойдём лучше в лес, поищем целебных трав. Попоим болящего отваром травяным натощак триденёчка. Всю хворь, как рукой, снимет. Пошла красавица вдвоём со старухой Иудой в лес искать целебных трав. А подлая бабка быстрёхенько к самой кибитке её приманила. Тайком для отлёта кибитку наладила и стала уговаривать Дуни Гюзели войти посмотреть. Что, мол, за штуку они отыскали? Из земли, что ли, выросла или с неба свалились? Вошла первая бабка. Вошла за ней Дуни Гюзели. Кибитка тот час и взвилась. Беда! Поняла тут Дуни Гюзели, что бабка её обманула. Сперва испугалась ужасно. Не ведьма ли бабка или, может, русалка какая? Плачет красавица. Несчастная я. Да что же со мной теперь будет? Зачем ты так сделала, бабка? Что ты видела от меня плохого? Зачем подняла ты меня в облака и несёшь неведомо куда? Не бойся, дочурка, молвила бабка. Я тебе зла не желаю. Царицей хочу тебя сделать. В царских палатах жить станешь, а не в дикой пустыне. Правду говорю, не бойся. Летела, летела кибитка, до царского дворца долетела. Спустились на землю и повела бабка Дуни Гюзели к царю. Как увидел её царь, обомлел. Сердце так и заколотилось. Уж очень приглянулась ему красавица. Да только вот Дуни Гюзели он не понравился. И старый, и больно невзрачен. Смотрит она на него, и будто враг лютый перед нею, а не царь в разолоченном платье, в короне да со скипетром в руке. Но хоть не по сердцу он, а теперь уж ничего не поделаешь. У силы нет правды. Ну вот, красавица, видишь? Хоть твой муж и побил у меня много войска, а всё же попалась ты мне в руки. Сейчас обвенчаемся, станешь царицей. Знать, такая уж моя судьба, — отвечала красавица. Пойду за тебя замуж. Только ты, царь, сначала устрой, как положено, оглашение сорокадневное, и всем повели, чтобы шли во дворец меня чествовать да красотою моей любоваться. И вот что ещё скажу тебе. Знаю я дивное средство. Могу превратить тебя, царь, в молодого. Как станет тебе двадцать пять, тогда и обвенчаемся. Ладно. Выслушал царь её речи, на всё согласился, назначил день свадьбы и стал ожидать, что опять станет молодым. А Донья Гюзели наручно хитрила, чтобы выиграть время. Надеялась, муж-то разузнает, придёт и избавит её от несчастья. А что же он делает, бедный парень, больной, одинокий? Заржал его конь, пёс залаял, оба есть запросили. А парень и встать не может. Понял он тогда, что это старухины козни. Говорит он, послушай-ка, пёс, друг мой верный, поищи, где спрятала чёртова бабка заветную саблю, а то ведь, пожалуй, я так и помру безвременно. Услышал слова его пёс, пожалел хозяина и бросился саблю разыскивать. Искал, искал, нет нигде. Прибежал, наконец, к бассейну, увидел саблю на дне. Нырнул он раз, другой раз и третий, никак не достанет. Много раз прыгал он в воду, схватил таки саблю, принёс своему господину. Тот взял её в руки и тот час поправился. Накормил он коня и собаку, и в путь. Помчался искать свою супругу по всему государству, из города в город, из деревни в деревню. А когда скакал до столицы, да услышал про царскую свадьбу, сразу угадал, кто царёва невеста. Узнал и о том, что в скорости царь станет совсем молодым, двадцатипятилетним, да тут же и женится. В миг понял тогда юнак, чьи это все затеи. Не стал тратить много времени даром, отправился на окраину города к знакомой старухе. Дал ей кучу денег и велел шить побыстрее три платья для неё и для двух её дочерей. Пусть оденутся понаряднее и пойдут поглядеть на царёву невесту, до чести его сдать, как предписано царским указом. Старуха живо позвала искусного портного. Через два дня все платья были готовы. Тот час нарядилась и бабка, и дочери, и пошли вместе с парнем в царские хоромы поглядеть на невесту. Пришли они к ней. Красавица сразу мужа признала и повела его в другую палату, где мужчины пировали, да по дороге и спрятала в своей опочивальне в просторной закрытой нише. Женщин же она всласть угостила и домой отправила. Сказала, что парень позже придёт вслед за ними. А было то накануне сорокового дня. Все ждали его с нетерпением. Всем хотелось взглянуть, как царь чудом преобразится и вдруг помолодеет. Настал вечер тридцать девятого дня. Пришёл старый царь в полутёмную спальню, чтобы лечь рядом с дуней Гюзели и стать молодым. А дверцы ниши распахнулись, выскочил оттуда разбойничий сын. Взмахнул свои сабли и снёс царю голову. Спрятали царя в потаённое место, а утром вышла дуней Гюзели к народу, а рядом с нею предстал красивый и молодой царь, двадцати пяти лет. Изумился народ великому чуду. А дунья Гюзели и её муж, сын-то разбойника, царём и царицей сделались в этой стране. Сказка о царевне Ясносвете Жил-был царь, и звали его Елисей. Был он очень важный и глупый. Был у царя сын, богатырь и красавец, храбрый царевич Роман. И задумал Роман жениться. Но где отыскать хорошую жену? Было, конечно, поблизости немало прекрасных невест, дочери соседних царей. Каждая охотно пошла бы за молодого царевича. Но царь и слышать не хотел о них. Такой он был важный и глупый. Помни, говорил он царевичу, что ты мой сын, и тебе надобно взять в жены самую знатную, самую богатую, самую красивую девушку, какой еще никогда не бывало на свете. И пришел к царю хитрый волшебник с длинной седой бородой. Трижды поклонился ему и сказал, нигде на всей земле нет красавицы, которая была бы достойна стать женою твоего храброго сына. Но за горами далеко-далеко у старого царя Ходинамеля живет прекрасная царевна Ясносвет. Каждый вечер едва только станет темно, от ее лица и одежды исходит сияние, как от небесной луны. И я открою тебе великую тайну, которой не знает никто. Это девушка и вправду луна. «Да ведь луна в небесах!» скричал царь. «Нет!» ответил с глубоким поклоном волшебник, ухмыляясь в свою длинную бороду. «Каждое утро она сходит с небес на землю к дочерям царя Ходинамеля и резвится вместе с ними в саду, и все называют ее Ясносветой. И только вечером во мраке она отлетает от земли в небеса». Обрадовался царь Елисей. «Спасибо тебе, мудрый волшебник! Там, в небесах, среди звезд, ты нашел моему сыну жену. Небесная луна! Сестра всемогущего солнца! Вот будут завидовать мне все другие цари и царицы!» И ни минуты, ни медля снарядил он сына в дальний путь. И тот помчался в тридевятое царство к славному царю Ходинамелю и увидел у него во дворце прекрасную царевну Ясносвету. Царь Ходинамель не был отцом Ясносветы. Еще маленькой девочкой попала она к нему во дворец и стала жить у него вместе с его дочерьми. Никто не знал, где ее отец и где мать. Она и в самом деле была красавица. И глаза у нее засияли, как звезды, когда храбрый царевич сказал ей, что хочет жениться на ней. Она с первого взгляда полюбила царевича, и тотчас же согласилась поехать вместе с ним в его родную страну. Очень обрадовался царь Елисей, когда храбрый царевич Роман привез к нему во дворец Ясносвету. Подумайте только, какие богатства принесет она царю и царевичу. Ведь она богаче всех невест. У нее и моря, и леса, и облака, и звезды, и чистого золота. И на радостях глупый царь устроил веселую свадьбу и пригласил на свадьбу всех царей и цариц из дальних и ближних стран. Приходите все и завидуйте, сын мой женится на небесной луне. На свадьбу приехало много гостей, и все они очень жалели, что уже никогда, никогда не увидят луны в небесах. Ночи станут черные, хоть не выходи из ворот. Заблудишься, собьешься с дороги. Теперь луна будет светить только царю Елисею и его сыну Роману. А все прочие люди, все сколько есть, останутся без луны в темноте. Особенно пригорюнился добрый царь Пантелей, повелитель некоего заморского царства. Глядя на царевну Ясносвету, он вспомнил свою погибшую дочь, которая лет 20 назад исчезла из родительского дома. Он искал ее повсюду и нигде не нашел. Теперь он глядит на Ясносвету и не ест, и не пьет, и вздыхает. Ясносвета так похоже на его погибшую дочь. А царь Елисей доволен. Он сидит на своем троне и хохочет. «Что это вы приуныли?» говорит он своим гостям. «Завидуете мне и моему сыну Роману?» «Да, дорогие друзья, только вам придется без луны. Намучитесь вы в темноте. Зато у меня в моем царстве луна будет светить круглый год от зари до зари, и не где-нибудь, а тут за столом. Теперь она наша, моя, и я не отпущу ее в небо. Нечего ей гулять между облаками и звездами». И царь Елисей захохотал еще громче. «Но что это случилось со всеми гостями? Почему они смотрят в окно и шушукаются и толкают друг друга локтями?» Царь глянул туда же, куда глядели другие, и сразу перестал хохотать. Он увидел, что в небе, как ни в чем не бывало, сияет круглая большая луна, и ее серебряный свет разливается по окрестным полям и лесам. И все глядят на нее и смеются, и радуются. «Какой же он глупец, этот царь Елисей!» громко говорят они друг другу. А дурачил и его хитрый колдун. Наговорил ему всякого вздору, а он и поверил, будто бы светило небесные могут сходить к нам на землю. Царь вскочил со своего престола, подбежал к колдуну и набросился на него с кулаками. «Ах ты, бессовестный лгун! Из-за тебя я остался теперь в дураках. Хотел женить своего сына на луне, а женил его на жалкой сиротке на нищенке, у которой ни гроша за душой. «Нет, она не сиротка, неправда!» неожиданно закричал царь Пантелей. «Я узнал ее, мою ясносвету, она моя единственная дочь. Ее похитили у меня злые разбойники и отвезли ее к царю Ходинамелю. И теперь она вернулась ко мне. И царь Пантелей бросился обнимать ясносвету. И все снова усели за стол и пировали три дня и три ночи. И храбрый царевич Роман, сидя за столом с ясносветой, тысячу раз повторял ей, что для него она милее луны, краше солнца. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец! с ясносвета, милее луну. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...